МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Сегодня индивидуальный предприниматель может применять одну из следующих режимов налогообложения. Это два специальных режима налогообложения, упрощенная система налогообложения и уплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и общеустановленный порядок налогообложения. Уплата единого налога предусмотрена по 42 видам деятельности. Но только для физических лиц и осуществления розничной торговли отдельными группами товара. Все, что связано со взаимоотношениями между субъектами хозяйствования, это между организациями и индивидуальными предпринимателями, то налогообложение таких доходов, полученных от такой деятельности, производится в обязательном порядке либо с применением упрощенной системы, либо общеустановленного порядка налогообложения. Для перехода на применение упрощенной системы налогообложения есть определенные условия. Вновь зарегистрированный предприниматель должен знать, что если он изъявит желание применять упрощенную систему налогообложения, то ему нужно будет в течение 20 рабочих дней с момента своей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя проинформировать о своем решении налоговый орган. Если он опоздает с этим сроком, то систему налогообложения, связанную с уплатой налога в упрощенном порядке, он применять не сможет. Действующий предприниматель должен знать, что если он изъявит желание на применение упрощенной системы, в течение года ему это сделать нельзя. И он сможет начать применение упрощенной системы только с нового года. Но при этом тоже должен знать, что об этом нужно проинформировать налоговый орган. Не позднее 31 декабря года, предшествующая в году, в котором он начнет применение упрощенной системы налогообложения. И здесь также есть условия для перехода на упрощенную систему. Для индивидуального предпринимателя единственный критерий существует – это критерий выручки. За 9 месяцев он не должен превышать в этом году 126 700 рублей. Если индивидуальный предприниматель изъявит желание уйти с упрощенной системы налогообложения, то он в любое время может это сделать, по истечению отчетного периода. Но также есть определенный момент, он должен об этом известить налоговый орган. При этом приходить в инспекцию специально для этого не нужно. Надо проставить отметку о прекращении упрощенной системы налогообложения в налоговой декларации по итогам предыдущего отчетного квартала. Ну, к примеру, на сегодняшний момент заканчивается первый квартал 2017 года. Если предприниматель захочет с 1 апреля применять другой режим налогообложения, то он может в декларации за первый квартал по сроку 20 апреля проставить признак отказа от упрощенной системы налогообложения. Есть ситуации, когда предприниматель уже не может применять упрощенную систему налогообложения. Это случай, когда выручка его нарастающим итогом превысит 168 900 рублей. Тогда он должен отказаться от применения упрощенной системы и перейти на другой режим. Либо уплату единого налога, если его деятельность попадет под этот режим налогообложения, либо на уплату налогов в общеустановленном порядке с уплатой подоходного налога в размере 16%. Если плательщик будет применять общеустановленный порядок налогообложения, то уплата налогов производится не с выручки, а с доходов за вычетом расходов. Также такой предприниматель может применить и стандартные, и социальные налоговые вычеты, связанные с обучением либо себя, либо своих детей, с представлением определенного пакета документов. Также может применить имущественные вычеты, но также опять с представлением необходимого пакета документов налогового органа. Спасибо, Татьяна Александровна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова